Интернет-магазин аудиобук.уз представляет «Шестьдесят небылиц. Узбекские народные сказки». Читает Елена Бурова. Аяс В давние времена жил один шах. Звали его Хандархан. Была у него жена Маляка. Родила она ему девять детей и всех девочек. Приходит однажды шах к своей жене и говорит «Много лет прожил я с тобой, а счастья не вижу. Каждый раз жду я сына, а у тебя только дочери рождаются». «Если и на этот раз дочь родишь, не стерплю. А чтобы в гневе тебя не убить, я на охоту уеду. Если сына родишь, пришли мне гонца. А если опять дочь будет, уходи прочь из моего дома». Сказал это шах, сел на коня и ускакал. А в полночь у Маляки родилась дочь. Увидала её Маляка и говорит повивальной бабке. «Шах приказал мне, если дочь родишь, уходи из моего дома. Запеленайте девочку и дайте её мне. Пойду с ней, куда глаза глядят». А старушка ей и говорит «Ах, душа моя, как же ты всю эту царскую роскошь оставишь? Куда ты пойдёшь лить слёзы? Послушай-ка лучше меня. Отсчитай мне пятнадцать золотых и дочь свою отдай». Тут по соседству меня к пяти или шести роженицам звали. Если у какой-нибудь из них сын родится, я за пятнадцать золотых дочь твою на мальчика обменяю». Маляка отсчитала ей пятнадцать золотых и говорит «Ах, дай Бог, чтобы на моё счастье у кого-нибудь из них сын родился». И отослала бабку. Взяла старуха, новорождённую девочку, взяла пятнадцать золотых и пошла. Зашла в один домик, видит. Лежит женщина, мучается, стонет. Бабка за ней ухаживать стала. И вскоре у женщины мальчик родился. Старуха ей говорит «Вот, доченька, родился у тебя сын. А эта девочка – дочь Шаха. Я тебе пятнадцать золотых дам, а ты отдай мне сына. Я его царице отнесу. А когда муж придёт, скажешь ему, что у тебя девочка родилась». А у женщины той уже было четыре сына. И ей, и её мужу очень хотелось иметь дочь. Поэтому женщина охотно взяла пятнадцать золотых и девочку, а сына своего отдала бабке. Забрала старуха мальчика, положила его себе за пазуху и отнесла во дворец к маляке. Взяла его царица на руки, обрадовалась и отправила к Шаху гонца. Получил Шах от царицы вести, возликовал, дал гонцу дорогой подарок и поспешил скорее вернуться с охоты, чтобы на сына полюбоваться. На радостях Шах пировал сорок дней и сорок ночей. Когда мальчику исполнилось шесть лет, приказал Шах собрать большой дастархан, взял сына за руку, привёл в школу и говорит домуле учителю. «Мясо мальчика ваше, а кости наши, учите его хорошенько». Ушёл Шах, а учитель думает, «Если я стану его сына бить, ругать, мальчик на меня обидится, отцу пожалуется, и Шах прикажет меня казнить, никто тогда мне не поможет». И стал он мальчику угождать, усадил на семь одеял и позволил делать, что тот захочет. «Прошёл месяц», и Шах спрашивает у мальчика, «Ну, сынок, как твой учитель?» А сын отвечает, «Ох, отец, да мула меня очень любит, семь одеял мне подстилает, угождает мне». Послушал Шах, что сын рассказывает и говорит ему, «Сын мой, к этому учителю ты больше не пойдёшь, ничему он тебя не научит». И на завтра отправил Шах своего сына в другую школу. Проучился мальчик в этой школе неделю. Шах его и спрашивает, «Ну, сын, а новый учитель какой?» «Этот да мула ещё лучше прежнего», говорит мальчик. «Хм, но если так, то и к этому учителю ходить не будешь», говорит Шах. Спустя три дня Шах опять взял Дастархан и пял у денег и повёл своего сына ещё к одному учителю. Учитель говорит Шаху, «Как всех детей я учу, так и вашего сына буду учить. Без труда наука не даётся. Если вы на это согласны и напишите своё согласие на бумаге, возьму вашего сына учить. А несогласные не возьму». Шах согласился и отдал сына в эту школу. Не понравилось в школе мальчику. Учитель его усадил прямо на землю и заставил читать, да ещё торопил. «Быстрее учи!» Проучился мальчик там шесть лет. Когда исполнилось ему двенадцать лет, пожаловался он Шаху, «Надоело мне мучиться! Уже я совсем учёный стал! Хватит мне этой науки на всю жизнь!» Шах ему говорит, «Нет, сынок, ты ещё совсем молодой, тебе ещё много учиться надо!» А сын ему отвечает, «Я и сам теперь не меньше учителя знаю, хоть убейте, учиться больше не буду!» «Вот ты говоришь, что всё знаешь!» Говорит Шах. «А известно ли тебе, какие существуют на свете четыре самые плохие вещи?» «Если ты скажешь, поверю, что ты учёный стал, а не скажешь, придётся тебе и дальше у этого домулы учиться!» Мальчик подумал, «В школу я не пойду! Узнаю про эти четыре вещи, расскажу о них отцу и от учителя избавлюсь!» И пошёл в поле. Там Дыхканин один на валах пахал. Подошёл к нему мальчик и кричит, «Иди сюда!» «А ты сам кто такой, что мне приказываешь?» Говорит крестьянин. «Меня не знаешь!» Кричит мальчик. «Да я же сын Шаха!» «Ну пусть себе ты сын Шаха!» Говорит крестьянин. «Зачем меня звал?» Мальчик ему отвечает. «Отец сказал мне, на свете существуют четыре самые плохие вещи. Знаешь ли ты, какие именно?» «Одно я уже узнал. Если бы ты был хороший человек, не стал бы гладкую грудь земли на куски разрывать». На это крестьянин ему и говорит. «Ну, насчёт земли ты глупости болтаешь. А вот четыре самые плохие вещи я тебе расскажу. Только смотри, чтобы отец твой не знал, что я тебе про них говорил. А когда он спросит тебя, узнал, ты скажи ему, что из птиц самая плохая — коршун, из скота — мул, в тугоях самый плохой зверь — кабан, а для людей хуже всего дураком быть. Скажи так, отец твой рад будет». Запомнил это мальчик и пошёл к отцу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!